по низколетящим целям. Но американцы пошли ещё дальше. Они стали оснащать стратегические бомбардировщики ракетами воздух-земля, способными нести ядерный заряд. Таким оружием можно атаковать цель с расстояния 150 километров. Тогда в мире не было зенитных систем, способных работать на такой дальности. Но наши конструкторы создали комплекс С-200. Дальность поражения цели достигла 200 километров. В этой системе впервые использовалась головка самонаведения. Никто в мире не имел ничего подобного. Война между Америкой и Советским Союзом всегда называлась холодной. А вот осколки той войны попадали в руки наших специалистов ещё совсем тёплыми. У меня в руках обломки крыла американского истребителя-бомбардировщика «Фантом». Как водится, Соединённые Штаты рекламировали свой самолёт как самый неуязвимый. И, надо признать, самолёт был действительно неплохим. Но миф о его неуязвимости был подвергнут сомнению сначала во Вьетнаме, а затем полностью развенчан в ходе боёв на Ближнем Востоке. В феврале 1970 года израильские «Фантомы» до основания разрушили металлургический завод в Каире. Стало ясно, что арабские расчёты не смогут самостоятельно бороться с современными самолётами. Решение об отправке в Египет советских подразделений ПВО принималось высшим руководством СССР в глубокой тайне. 3 августа в районе Абус-Увейра была создана засадная группировка, состоящая из двух дивизионов 125, командирами которой были Кутымцев и Попов, и двух дивизионов 75-х, которые обслуживались арабскими расчётами. Сам Евгений Никифоров, тогда военный советник от «Алмаза», был прикомандирован в дивизион Кутымцева. «Фантом» вышел совершенно неожиданного курса и оказался настолько близко, что автоматика блокировала пуск ракеты. Я говорю командиру, переключай на другую пусковую установку. Кутымцев переключает на вторую пусковую установку, а в этот момент снялся запрет с первой, и с неё стартовала ракета. Он переключает на вторую пушку, и со второй пушки стартует ракета. То есть практически с интервалом, может быть, в секунду, может, в долю секунды стартует одна ракета за второй. Ну и уже в соответствии, как надо, через 5 секунд стартует вторая ракета со второй пусковой установки. То есть в воздухе оказалось сразу три ракеты. Только расторопность и отличное знание техники позволило расчёту мгновенно найти выход из сложнейшей ситуации. И первая, и вторая ракеты подорвались у цели, и цель была сбита. Потеря в одном бою сразу нескольких фантомов оказалась для ВВС Израиля серьёзным ударом. После этого налёты надолго прекратились. Дальнобойные советские комплексы С-200 поставлялись в Сирию и в Ливию. После покупки этого комплекса ливийский лидер Каддафи почувствовал себя настолько уверенным, что объявил 200-километровую полосу вдоль побережья, запретной для полётов всех самолётов. Американцам это не понравилось, и они решили проверить ливийскую оборону. Итог – три сбитых палубных штурмовика. Американцы очень, как сказать, разбушевались после этого, и наказывали Ливию, летали. В общем, короче говоря, пытались всё найти, где Каддафи прячется, как сейчас вот с Ираком. Опыт боевого применения бесценен. Конструкторы находили ответ на любую задачу, которую ставил противник. Но ещё раз Плетин задумывался над созданием универсальной системы ПВО. Реализовал этот проект Борис Бункин. Новый комплекс получил литер С-300. Американцы сделали ставку на крылатые ракеты. Это Магавка. Для того, чтобы бороться с этими ракетами и автоматами, для этого нужно обязательно иметь систему многоканальную. Чтобы одновременно можно было уничтожать несколько целей. Пусковые установки на колёсных шасси разворачиваются в боевое положение за пять минут. Ракета запускается прямо из транспортного контейнера, в котором она может храниться десять лет. Система наведения работает сразу по нескольким целям. Комплекс получился настолько удачным, что ещё в 1993 году на выставке вооружения в Абу-Даби американцы отказались публично сравнивать свой Патриот с нашим С-300 в показательных стрельбах. В 1991 году была выставка, как раз после того, как они закончили эту операцию, были в пустыне, была выставка в Ля-Бурже, всего оружия. Ну и американцы привезли свой этот комплекс Патриот. Он весь такой был, как сказать, закопчённый, потому что когда ракета стартует, то идёт копоть. Они, значит, охвалились этим комплексом. Впрочем, американцы нигде не афишировали, что поединок со скадами комплексы Патриот проиграли. 44% выпущенных иракских ракет, устаревших и несовершенных, так и не были перехвачены. Парадокс. Наши конструкторы начинали создание зенитно-ракетных систем, пытаясь защитить страну от массированного атомного авиаудара США. В результате появилась такая система ПВО, повторить которую бывший потенциальный противник оказался не в состоянии. Более того, Америке пришлось проводить откровенно шпионские операции, чтобы завладеть секретами российских технологий. Внимание! По второму! В первой половине 90-х годов развалился и СССР, и единая система ПВО. А зенитно-ракетные комплексы были объявлены собственностью, но в созданной государстве. В этот период была замечена активизация деятельности иностранных спецслужб с целью получить свое распоряжение С-300, или его составляющая, Белоруссии и Казахстане. С нашей стороны были предприняты определенные меры по срыву таких действий. И тем не менее, по нашим сведениям, американцам через подставные фирмы удалось получить отдельные элементы комплекса. Однако полностью раскрыть возможности С-300 им так и не удалось. СССР по третьему, дальность 63, скорость 360. Есть цель в секторе. Конец 20-го века. В боль вступают самолеты-невидимки, разработанные по технологии Стас. Создалось впечатление, что авиация решила исход борьбы с ПВО в свою пользу. Но, оказывается, наши конструкторы были готовы ответить адекватно. Мало кто знает, что еще в 60-е годы в Советском Союзе велись работы по созданию собственного самолета невидимки. В 1998 году Бориса Бункина на посту генерального конструктора НПО «Алмаз» сменил Александр Лиманский. Именно этот человек подписал приговор американской технологии стелс и доказал, что невидимку можно обнаруживать. Причем это доказательство было темой его диссертации, написанной почти 40 лет назад. Мы рассчитали и хотя бы поняли, что нет безысходной ситуации. Значит, а что нужно для того, чтобы видеть, ну для этого нужна соответствующая энергетика. Американцы не начинали авианалетов на Югославию, пока не выяснили обстановку. Позже станут понятны их опасения. Даже старенькой 125-ке удалось сбить в тригороде Белграда невидимый Ф-117А. Радиоперехват сообщения Объединенного Оперативного Центра Куманова ЦРУ США. Анализ данных космической и воздушной радиолокационной оптоэлектронной и радиотехнической разведки полученных с пузов приема и обработки информации позволяет с высокой долей вероятности предположить отсутствие в настоящее время на территории Югославии ЗРК типа С-300. Уникальность зенитно-ракетного комплекса С-300 однажды по достоинству оценил первый президент России. Когда было предложено Борису Николаевичу Ельцину посмотреть фильм о 300 на одну из выставок он мне сказал слушай спасибо не надо я знаю это отличная система Сегодня в научно-производственном объединении Алмаз разработана система следующего поколения государственное испытание проходит новейший зенитно-ракетный комплекс Триумф который впервые вы можете увидеть в нашем фильме Эта система не имеет аналогов она обладает гораздо большей протяженностью зоны поражения в сравнении с системами ряды С-300 также большей протяженность и по высоте система обладает очень высокой огневой производительностью Основные тактико-технические данные нового комплекса Триумф государственная тайна достаточно сказать что одна зенитная установка способна контролировать воздушное пространство на площади соизмеримой с Румынией или Польшей специально для Триумфа разработаны новые ракеты они способны поразить любую цель автоматически от маленького беспилотного самолета разведчика до баллистической ракеты и сделать это на высотах от самой земли до верхних слоев стратосферы это действительно непреодолимый барьер сегодня в Европе всерьез рассматривают российские зенитные комплексы как основу будущей противовоздушной обороны всего европейского сообщества завершаться переговоры успехом и можно будет порадоваться за наших конструкторов создавших лучшую в мире систему ПВО но если американцы не пустят нас страны НАТО тогда придется пожалеть старушку Европу она достойна лучшего новейший зенитно-ракетный комплекс триумф появился на свет наперекор обстоятельств в начале 90-х годов НПО Алмаз могло повторить судьбу десятков и сотен оборонных предприятий пытавшихся выжить в диком рынке и не сумевших этого сделать началось повальное увлечение тем чтобы создавать малые предприятия и в частности было много как говорится советников о том чтобы единый коллектив разработчиков разделить на малые предприятия значит и устроить ну как бы это самое коммерческую структуру с горизонтальными связями я был категорически против этого считаю что я был прав и мне удалось в свое время отстоять на целостность крупного коллектива который и вел и ведет разработки зенитной ракетной техники впрочем сегодня проблемы есть не только у создателей зенитной техники но ведь взять ту же трехсотку она в значительной мере переведена на ответственное хранение ввиду сокращения численности вооруженных сил в том числе это сокращение затронуло и московскую систему по вводу ситуация нелепая с одной стороны созданы образцы оружия как минимум на 10 лет опередившие западных конкурентов но с другой стороны рожденная еще по прямому указанию Сталин и доведенная до совершенства глобальная система противовоздушной обороны москвы сегодня частично законсервирована в том числе в том числе о в том числе в том числе должно быть и в том числе какого в том числе Продолжение следует...